Слушай, маникюр она мне делает, значит? А педикюр не хочешь? Ну ладно, хотя бы так. Только аккуратнее, у меня заусенчики, хорошо? Не хотят с моими ногами вонючими, прикинь? Всем привет, мои хорошие, рады видеться на моем канале Телькоплей, я Наташа, и у нас давно на канале не было Sims 4, потому что я не могла купить новые дополнения и обновления, но я это сделала, поэтому те, кто ждали Sims, с вас вообще просто вот обязательно сейчас лайки, подписочки на каналчики, мы с вами сегодня начинаем новую игру, Витория Бомж у нас, конечно, хорошо устроилась в жизни, но я думаю, что кому-то она могла немножечко поднадоесть, кто-то от нее устал, и нам нужно что-то свеженье. Так вот, сегодня я предлагаю нам поиграть за уродинку Бетти, такой, знаете, сериал «Не родись красивой», а вернее родись красивой, мы будем играть за вот эту вот прекрасную женщину, у которой явно в роду были гориллы, очень ее, конечно, жаль, но что поделать, знакомьтесь, наш персонаж уродинка Бетти, ужасный просто характер, совершенно неказистная внешность, но что мы будем делать? Мы будем пытаться родить за все это время прекрасного дитя, чтобы у нас получился просто прекрасный ребенок. Насколько это получится у нас или нет, я не знаю, но вот такая вот у нас красотка Бетти, надеюсь, она вам понравилась. Запомните эту малыху, кстати, она без обуви, ну, что поделать. Предлагаю вам заценить ее домик, я взяла абсолютно рандомный домик, который был в Новом Городе, поэтому мы сейчас его с вами вместе и посмотрим, пойдемте смотреть. Значит, вот так вот выглядит входная группа у нас, прихожая, кстати. Небольшой такой залчик, можно посидеть, попердить, посмотреть всякие мультики. Кухонка есть, тоже такая миниатюрная, что у нас за этой дверью? За этой дверью у нас небольшая ванная комната, тоже выглядит вполне себе мило и неплохо. Мне кажется, нашей уродинке здесь понравится. Спальная комната выглядит вот таким вот образом, тоже вполне себе мило и забавно. Еще одна, кстати, есть комната. О, слушайте, я не знала, что есть еще одна комната. Но это, знаешь, за делом на будущее, что у нас когда-нибудь, возможно, будут дети. Ну и, собственно, это все. Предлагаем уродинку накормить, потому что, судя по всему, она хочет у нас кушать. Давайте позавтракаем яичко с тостом. Нашей фигуре ничего не повредит. Я думаю, что нам нужно будет первонаперво, конечно, это устроить свою личную жизнь. Давайте я познакомлю вас с ее, собственно, чертами-характерами. Высокие запросы. Требуется больше усилий, чтобы поддерживать форму. Проблемы могут показаться другим персонажам обыденными, а иногда возникают из ниоткуда. Персонал же должен соблюдать режим, чтобы устранить проблему. Успешно с ней справившись, он получит эмоциональную разрядку. Чудаковатая. Эти персонажи могут разговаривать сами собой, а их эмоциональное состояние непредсказуемо. Задира. Эти персонажи становятся счастливыми, злясь или пакостью другим персонажем, а победив драки, становятся уверенными в себе. И она очаровательная. Очаровательные персонажи успешнее других в романтических делах. О, вот так вот, фига. А я думала, я ее сделала романтичной. Ну ладно, ничего страшного. А что у нее такая маленькая ножка? Она у меня золушка. Загляните в чаепитие по-новому. В нашем секонд-хенде появились новые эксклюзивные товары. Поспешите, завтра их могут разкупить. Не упустите свой шанс. Слушай, я сейчас поеду и съездю в этот секонд-хенд. А, чаепитие по-новому. А как это посмотреть? Как выглядит ваше чаепитие по-новому? Очень много всего понадобавляли, понабновляли. Поэтому я могу немножечко тупить. Так, день спорта. А где это чаепитие по-новому? Вот это? Нет, это что-то не то. Давайте просто... А, смотри, колесо обозрения. О, я могу покататься на колесе обозрения. Мне нужно найти мужчину, понимаешь? Ну что, ты кушаешь, уродинка моя? Слушай, ну сточила она достаточно быстро. Ой, а что, опять появились предпочтения? Пусть у нас будут предметы и страхи пока что. Будем зато знать, чего она хочет и о чем она в принципе думает. А пока что я предлагаю сходить пописать. И потом предлагаю ей посмотреть какой-нибудь романтический сериал, романтический фильм. Знаешь, почему романтический? Потому что... А, подождите, а у нас ничего романтического-то и нет. Давайте просто тогда романтические каналы будем смотреть, романтические программы. Ну, конечно, в халупе мы живем. Женщина просто, я хочу сказать тебе, секс. Просто посмотри на эту прекрасную женщину и все. Пусть посмотрит и потом с вами пойдем съездим куда-нибудь в город. Вот в этот вот секонд-хенд, про который мне сказали. Значит, давайте. Ух ты, все переделали. Блин, так непривычно. Теперь он выглядит так. Ой, смотрите, новые эти оформления появились. Давайте сделаем какую-нибудь розочку. Стать волонтером, взять отпуск. Вот, отправиться. Давайте, поехали. А, вон, видал, я чехол себе смеила. Значит, какие-то там нужны секонд-хенд какой-то. Это школа. Вот, чай пить по-новому. Секонд-хенд. Поехали. Ну, мне такую рекламу сделали. Конечно, я там не была. Мне очень интересно посмотреть, что там вообще такое. Сколько меня не было в игре. Тут столько все понавыходило. Здрасте. Значит, тут у вас секонд-хенд. Я так понимаю. Обезьянка Чи-Чи-Чи. Тетя танцует. Или это дядя? Нет, это тетя. Смотри, какая модная ля. Создать модный образ. Узнать о модных образах. Ну, давайте. Чай пить по-новому. Посетите магазин, чтобы подыскать себе новый образ. Вы можете создавать образы чаепить по-новому, продавать их в тренде, создавать вокруг них ажиотаж. Каждый образ соответствует определенному тренду. Ага. Новых подписчиков приносит. Ну, слушай, я не очень хочу создавать модный образ. Я же не шарю. Я вот бы что-нибудь купила, да. Давайте закажем себе напиток. Чай с шариками и личи. О, манговое молоко. Пойду себе закажу манговое молоко. А сколько мне денег? Три тысячи. Я бы, конечно, так это самое... Не этого была бы, конечно. Баблишка. Флиртовать с собой. Чисто безысходность. Пойду потом с собой пофлиртую. Чисто мой муд. Она пошла с собой флиртовать. Настолько одинокая женщина. Все, ты пофлиртовала? Быстро, однако. Забираем свой напиток. Выпиваем его. Это мой напиток. Я его заслужила. О, воткнула. Смотри как. А что в этом помещении мужчин нету, что ли? Ой, вот это, кстати, ничего мужчина. Любитель чая с шариками. И что? Что он любит чай с шариками? Или он просто любит вот это место? Посетитель магазина. Владелец секонд-хенда. А что с ней можно сделать, например? Ну вот она, типа, владелец говорит про модные образы. Ой, давайте я с ней поговорю про модные образы. Любительница чая с шариком. Ну, короче, здесь каждый по-своему, да, приходит. Тетя! Давай-ка мы с тобой поговорим. У тебя, конечно, очень классный секонд-хенд, но я нифига не понимаю. Мне нужно найти будет симпатичного мужика. Поговорим с ней. Слушай, она симпатичная. Я хочу быть такой же. Она мне суждена стать такой же, понимаешь? Мы никогда не станем такой же! Мы будем страшной и некрасивой. Ну-ка, детка, как дела? Так, ну она тоже самое рассказала. Слушайте, я предлагаю нам общение. Дополнительная история. Ну, короче, прикольно все сделали, все по-новому. Так, ролик и общение. Отключить видеоролик, открыть кролик и общение. Открыть кролик и общение. Это что такое? Ролик и общение, место, где вы можете общаться с другими персонажами и рассказать при своей жизни сети. О, это типа местный инстаграм. Я понял. Бизнес. Найти работу. Давайте найдем себе работу. Потому что, ну, мне же надо зарабатывать где-то деньги, чтобы делать себя красивой и найти себя, в конце концов, мужика. Правильно? Это наша такая цель. Поэтому на сегодня мы с вами заказываем себе работу. Что? Появилась ли какая-нибудь новая работа у нас с обновлениями? Игровой стример. Ой, не, я не буду стримером. Рыболов симфлюенсер. Это типа блогер. Но я не хочу быть блогером. Ну, смотри, что бы ей подошло? Она у нас страшная. Она у нас некрасивая. Хочется, чтобы все-таки у нас было какое-то продвижение по бизнесу. Может быть, кулинаром ее сделать? Или писательницей, чтобы она писала. Не обязательно писателю быть красивым. Может быть, учительницей в школе. Такая, знаешь, типа училка. Давайте я буду училкой. А почему нет? Я буду учить. Я буду училкой. Все. Отлично. У меня все есть. Написать рекомендовательное письмо. Хорошо. Все, поехали домой. Потусили и хватит. Спасибо за внимание. Я поехала. До свидания. Вот это я понимаю. На работу устроились. Жизнь потихоньку удалась. Уродинка наша потихоньку начинает вставать на ноги. Значит, давайте напишем рекомендательное письмо. А как я его напишу? Мне, наверное, нужен компьютер. А компьютер-то у меня нету. Давайте поставим себе компьютер. Ну или хотя бы купим ноутбук. Вот такой вот переносной компьютер давайте себе купим. И все будет прекрасно. Мне же нужно как-то это самое правильно. Карьера в области образования. Написать рекомендательное письмо. Давайте его напишем. Пишем рекомендательное письмо. Что я, типа, прекрасная просто женщина. Я учитель на заменке и на переменке. Что я хочу делать? Я хочу пописать. Я хочу покушать. Я хочу помыться. Я хочу пообщаться. Слушайте, я не хочу общаться. Я хочу, во-первых, убрать, помыть посуду. Давайте сделаем себе поздний завтрак. На этот раз салатик. Пописаем, помоемся и пойдем с вами спать на двуспальной кровати. По-моему, прекрасная миссия. Слушай, а здесь окна, да, у нас спрятаны? Да, смотри, чтоб никто не подглядывал, чем я здесь непотребным занимаюсь. Надо будет купить потом какую-нибудь картину, может быть. Или знаешь что? А я же могу быть творческой личностью. Я могу купить себе мольберт. Я куплю себе мольберт. У меня будет мольберт. Телескопы появились. Ну, наконец-то. Нормальные телескопы, как раньше. Из Симса. А не вот это вот сраный обсерваторий. Дождались, блин. Ладно, хорошо. Нам нужен мольберт. Давайте какой-нибудь такой загаженный мольберт. Все. Теперь я буду рисовать картины и украшать свой дом своим же творчеством. Ой, она хочет общаться. Слушай, а что ты какая-то сильно общительная? Давайте ее потом, может быть, в социальных сетях попросим пообщаться где-нибудь. Вот, общение. Поболтать. Давай ты поболтаешь с кем-нибудь перед сном, а потом пойдешь спать. Пока что она нос очень плотненько. Я пока что вижу курс проблем, с которым нужно работать. Но пока что нужно заработать... А что ты не поела? Заусенец. Серьезно? Как ты заусенец-то во время готовки сделала, Заюш? Потом, как пообщаешься, иди покушай. Она себе сделала заусенец, прикинь. Холодно, да, дома? Зайка, ну я бы тебе купила, конечно, какой-нибудь обогреватель. Ну давайте купим обогреватель, мне ее так жаль. Вот, обогреватель. Давайте вот такой обогреватель ей поставим. Ну, чтоб ей холодно не было, в конце концов. А то она у меня, бедная малыха, мерзнет. Включить автоматический режим термостата. Так, ты пообщалась там? Команда по американскому футболу отмечает день спорта. Покажите свой атлетический талант на соревновании по футболу. Не, какой... Какое соревнование по футболу? Какой атлетичный талант? Ты посмотри на эту женщину. Она вообще совершенно не готова к этой жизни. Все, пообщались, иди кушай. Так, все, я включила термостат. Теперь мне тепло, можно пойти поспать. А что она сразу ничего не убирает? Заусенчик, прикинь, задрала. Ужас какой. Бедная несчастная женщина. Во сколько мне на работу, кстати? На работу мне 8 часов. Ну что ж, до 8 часов еще до хрена, поэтому я иду писать. Где у меня потребность? Так, я иду писать, и я иду ужинать. Поужинать. Вегетарианский худок в лепешке. Макароны с сыром обожаю. Это мое самое любимое. Готовь еду. Ты же голенькая, она все готовая. Иди покушай, Зай. Че опять тебе не нравится? Брызги из унитаза. Че, на жопку что ли брызнули? Реально на попку тебе брызнули, Заюш. Ну ты совсем что-то. Так, давайте посмотрим канал про романтические всякие передачки. Я же люблю смотреть всякие романтические передачки. Все, посмотрела, хватит. Теперь давай нарисуем классическую картину, среднюю классическую картину, чтобы можно было ее сюда повезти. Я, конечно, не думаю, что это будет что-то шедевральное, но почему бы, собственно, и нет. Что ты там рисуешь? Я упала сеновала, тормозила головой. А, это какой-то котик. Это... Это очень странная картина. Но знаешь, ей не нравится... Нет, ей будет нравиться живопись. Мне нужно снова идти общаться. Давайте повесим мою первую картину. Моя первая картина. Вставлю ее в рамку. А можно выбрать рамку? Все, это моя первая картина, ребят. Наслаждайтесь. Я же сказала, я буду украшать своими же картинами. Че ты стоишь? Че, никто не общает? Никто не хочет с тобой общаться? Все спят, что ли? Видимо, да, все спят. Давай мы настолько с тобой одинокие, что найдем друга по переписке. А у нас, походу, ноутбук сломался, да? Давайте тогда сделаем вот так. Воспользоваться переносным компьютером. Все из-за тарелки? Серьезно? Прикинь, она не хочет пользоваться компьютером из-за тарелки. О, я пойду, конечно же, на работу. На работу я пойду. На работу я приду. Деньги заработаю. Наработаю. Я думаю, что в конце дня мы с вами сходим себя после работы побаловать. Так, все, идем в школу. А куда она идет? Ух ты, какая у тебя модная учительская штучка. Уродинка... Не, мы не будем никакие известности себе вообще делать. Вы что? Я что, похожа на кого-то этого самого, что ли? Не надо. Блин, у нее так быстро уходят потребности. Это какой-то кошмар. Хочется и развлечений. Малыш, у тебя хочется? Иди учи. Учи детей. О, ну хоть пописала в школе. Так, давайте посмотрим какой-нибудь сериал романтичный. И поедем с вами в этот самый, куда-нибудь сделаем себя... По чуть-чуть будем делать себя красоткой. Я все-таки деньги-то заработала. А, проверить домашнее задание. Блин, а надо же еще домашнее задание делать. Блин, она и спать хочет. Так, я иду делать домашнее задание. Ну что опять? У меня этот стол очень плохой. Давай, проверить домашнее задание. А у меня завтра есть работа? А у меня завтра выходной. Значит, давайте завтра устроимся полноценный спа-день. Все чудесно. Сейчас надо будет поужинать. Давайте покушаем мини-тамали, мини-бургер, мини-виджи-бургер. Макароны с сыром. Биштек стартар. Ну это что, дорогое? Тук-ка-тук. Пирожок. Вот, пирожок с овощами, наша тема. Предлагаю скушать пирожок. Все, я сделала домашнее задание. Кушаем пирожочек. Ой, какой вкусный пирожочек. Я пока что, наверное, только что и делаю, как толстею. Че тебе не нравится? Попа болит. Ой, ты бедная, несчастная. Попка. У персонажа по имени уродинка сегодня произошло много всего интересного, о чем можно рассказать в кролике общения. Ну давай. Новый пост. У меня классная работа. Приятно, когда день проходит продуктивно. На работе много проблем, но небольшие достижения приносят радость. Вот, видишь, какая я молодец. И вот такой вот смайлик себе сама себе поставлю. Самолайк – залог успеха. Ой, какая ты у меня умничка. Какая хозяюшка. Ну знаешь, у нас уже есть плюс, чем зацепить мужика. Мы хозяйственная женщина, в конце концов. Давай, пописаем, примем душик и пойдем спать. Ой. Ой, кто-то мне отправил реакцию. Нет. Никто не отправил мне реакцию, только я. У меня даже друзей нет в кролике общения. И подписчиков у меня нет. Мне вообще никого нет. Я одна денешенька. За своей странной картиной, где кот с киской. Вот это я понимаю, качество плохо. Все, и потом идем спать. А утром у нас будет с вами настоящий спать день. Мы это заслужили. Ой, она что-то злая. Что ты злишься? Ужасный день. Ужаснейший. Ой, да иди ты в задницу. Ты просто не шаришь. Выполнили ей котелку. Ой, канун Нового года сегодня. Серьезно? Моя уродинка проснулась. Что с тобой такое? Воняешь, что ли, или что? Ну, я поймаю, что ты сходишь у меня с ума. Давай, сердито пописай. Позавтракать. Яичницу с беконом. Сегодня у нас на завтрак бекон. У нас сегодня спа день, поэтому можем творить, что хотим. Так, посмотрим канал Нового года. Что там рассказывает. Там, наверное, вот этот золотой огонек, все дела. Так, три яичка добавила. Опять у нее заусенчик. Не, ее точно нужно отправить в спа какой-то комплекс. Потому что, ну, так себя... Что? Что вы мне Маркуса показали? Зачем мне Маркуса показали? А, может быть, он лайкнул мой пост? Да нет. Так, значит, мы сейчас с вами отправимся тогда. После того, как посмотрим телевизор с вами. Все, поехали. Едем с вами в спа комплекс. Едем с вами развлекаться. Маникюрчик, педикюрчик. Красота. Хочу быть сегодня красоткой. Все-таки у нас такой небольшой челлендж. Сделать из себя красотку. Хотя, я думаю, мы сделаем красотку из себя, когда рак на горе свистнет. Занятие йогой. Слушай, я не знаю, хочу ли я на занятие йогой. Но я точно хочу. Ладно, давайте пойдем на занятие йогой. Все-таки мы пришли оздоровляться, в конце концов. Значит, пошлите и на йогу тоже сходим. Давайте, значит, йога. Ну, инструктор по йоге, мы когда начнем? Ооо. Я пришла оздоровляться. Главное сейчас не замерзнуть насмерть. Смотри, потом я хочу сходить на какой-нибудь массаж. Массаж для зачатия, глубокий массаж камнями. Давайте шведский масс... А какой массаж самый дешевый? Мне нужен самый дешевый массаж. Ароматерапия сколько стоит? Вот, 140. А, нет. Шведский массаж самый тяжелый. Самый этот, простой. Ну, че, я позанималась вроде бы этим самым вашим йогой. Все, я замерзла. Я замерзла, все, хватит. Нам нельзя умирать, иди. Все, я иду на массаж. Дядя. Так. Хорошо, давайте у этого получим массаж. Мужчина, сделайте мне массаж. Ты мне делаешь массаж? Или ты читаешь книжку свою? Массаж мне, делай быстро. Я вообще-то сюда пришла, чтобы получить услугу. Хорошенько разожми учительницу. Детки меня нынче изводят. А он со мной во время массажа типа общается? Да, видишь, у меня шкала общения повышается. О, я же говорю, у нас сегодня спадень. Ой, как хорошо. Разомни мои косточки. Правильно. Разожми их. А потом я пойду на маникюр и на педикюр. Чтобы быть модной, стильной, молодежной. Можно выпить шипучку. Но мне кажется, мы от нее ссать захотим. Слушай, по-моему, у меня что-то с позвоночником не то. Видишь, он мне как-то его там намял. Странно. Ты долго меня еще мять будешь? Слушай, общение реально повышается. Спасибо, братка. Так, знаете, смотрите. Давайте сделаем себе сначала педикюр. Девушка мне пусть делает педикюр. Зайка, сделай мне педикюр. А то я как бы без обуви ухожу. Все смотрят на мои ножки. Давай. Я присаживаюсь. Давайте сделаем красный цвет страсти. Все-таки мы будем же с вами искать мужика в следующих сериях. Поэтому нам нужен цвет страсти. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо откисают мои ножки вонючие. Ну, прекрасно просто. Вот это я понимаю. Там, смотри, дымка не идет. Все нормально. А ты долго будешь в телефоне сидеть? Алло. Пора бы маникюр делать. У него глаза в кучу, но пьяные на работе. Она пьяная на работе. Это не нормально. Почему она такая на работе косая? Мне кажется, мне не сделают сегодня маникюр и педикюр. Девушка, у меня сегодня спа-день. Я его заслужила. Я имею право тратить деньги на себя. Девушка, мои ножки размокли уже. Слушай, реально она в кучу. Это весь мен... Ты охерела? Алло. Педикюр. Сделала мне красные ногти. Это что за прикол? Педикюр. Ладно, давайте маникюр. Почему? У вас что, смены, что ли, поменялись? Мужчина, делай мне педикюр. Давай, хотя бы ты красный цвет страсти. Он мне сделает педикюр или нет? Делай мне... Почему? Так, я еще раз попрошу. Я не закончу, пока мне не сделают педикюр. Делайте мне педикюр. Педикюр! Девушка! Педикюр. А если я попрошу маникюр? Маникюр мне хотя бы сделают сегодня? Маникюр я хочу какой-нибудь, знаешь, такой вот фельдиперстовый. Ну. Слушай, маникюр она мне делает, значит. А педикюр не хочешь? Ну ладно, хотя бы так. Только аккуратнее, у меня заусенчики. Хорошо? Не хотят с моими ногами вонючими, прикинь. Что-то она ошалела. Рядом гипнотизер. Вот это гипнотизер. А ты будешь меня красить? Ой, смотри, она меня сейчас будет красить. Ух ты. Ой. Вот это да. Наконец-таки я дождалась. Я уже думала, никогда не дождусь. А то я только деньги трачу на этот, на педикюр, а никто его не делает. Хотя бы маникюр пусть будет. Все? А, еще вторая же рука точно. У меня же две руки. Братан, педикюр тут не делают. Видишь? Они не хотят делать педикюры. Только маникюр. Ого! Ого! Вот это маникюр! Вот это маникюр! Вот это да! Так, давайте пойдем пописаем. И надо бы где-нибудь, может быть, помыться. Тут есть душевые? Вот душевые есть. Все, отлично. Надо пописать и в душе поэтоваться. Все, я помылась. Хорошо. А кушать тут есть что? Или у вас нет ничего кушать? Может быть, в сауне посидеть? Давайте я посижу в сауне. Не, ну маникюр топ. Ей очень нравится, видишь? Уже как бы ручки уже красивые. Видишь? Уже как бы хорошо. Слушай, досуг от этого тоже повышается. Ну все, сейчас посидим и поедем домой. И можно будет написать новый пост. Ой, вот это я, конечно, красотка. А на сколько мне маникюра хватит? А, все что ли? Подожди, а на сколько мне хватит маникюра? Надо посмотреть. Ну вроде бы эффект от него кончился, но типа еще есть. Ты долго будешь там сидеть, пердеть? Ну все, поехали домой. Хорошо провели этот день. Хотя бы сделали маникюрчик. С коммуниздили халатик. В следующей серии мы с вами наведем еще больше марафета, чтобы пойти в спортзал. Нам нужно стать стройной и красивой, чтобы искать мужика, понимаешь? А еще бы в идеале бы прикупить какое-нибудь новое платьице. Поэтому нам будет с чем с вами поработать. Так что жду вас в следующей серии. Запоминайте нашего классного нового колоритного персонажа, уродинку Бетти. Подписывайтесь на каналчик и скоро с вами увидимся. Пока!